МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадио компании Гомель, в студии працуя Наталья Игнатенко, глядите ухэтым выпуском. Завышение объема у выполненных работ, замороженные объекты и необгрунтованные выплаты. Факты недобросумленного выконания державной программы по операдольванию наступства катастрофы на ЧАЭС проанализовали на коллегии у Гомеле. Ёлка запаливая огни. Сенне наголовные ёлцы региона дадут старт новогодним мероприемствам. Самая прыгожая мамы, имя владальницы конкурсу «Миссис Гомель-2017» вызначится сенне у вечеры. А зараз обгэтым и іншым больш подрабязна. Нерациональное расходование бюджетных сродков, послабленный радиоцинный контроль за отрыманной на забрудженных территориях сельско-господарчей продукции и недохопы у организации харчевання школьников. Сёня у Гомеле праишло сумесное посядженне коллегии прокуратуры Гомельской области и комитета державного контролю, на які магучны факты недобросумленного выкананні державной программы по перадольване наступства у Чарнобыльской катастрофы. Олег Сенцеров с подрабязнастями. Гэта не перший зворот за пытание у реализации державной Чарнобыльской программы. У 2016-м ход выконания гэтага документа был разгляджен на посадженне обороганкама, але як свечись вынеки проверок контролючих органов, проблемные пытания застаются ўсё ровно. У адрознене от попередних программ сучасно накеровано у першу чергу на реализацию конкретных проектов, необходных для забрудженных регионов, разумцем у шергу выпадков, справа обмежовывается только початковым этапом у якоси прикруду Ветковский район, где выказали намер полепшить якось пятной воды и побудовать очищальное сбудование. Але ўсё скончилось, а только проектные документации, яку ўтепер необходно перераблять, а гэта додатковая затраты. Почас посаджения суместной коллеги, а гучу и садичбы, у 2011-м затраты на выработку проекту складли 7 тысяч рублёв. Тепер для яго корректировки необходны яше 10 тысяч. Более того, при возможности продления срока заключения госстроэкспертизы заказчика, так жуп Ветковская, за этим даже не обращался. То есть можно было в 2014 году продлить ещё на какое-то время сроки действия этих проектов, но этого сделано не было. Сегодня они, естественно, либо подлежат корректировке, либо необходимо разрабатывать новые проекты на эти объекты. Завышение объёма уэкономных работ, замороженные объекты и непогрунтованные выплаты допомог – это только некоторые порушения, допущенные при реализации державной чарнобырской программы. Причём факты неметового расходования сродков появляются на разных узровнях. У некоторых школах Хойницкого и Рыгачёвского районов работники столовых экономили навод на дитячем харчеванне. Не соблюдались утверждённые меню, занижались выходы порций, не соблюдались нормы питания учащихся. Что отличается продуктов харчевания, то тут заувах увогу лишь мат. По-перше, означается недостатковый контроль за дарами лесу с боку насильництва, при том, что сёлита, то есть забруженные грибы, означались навод в районах, які лечились односночистыми. А про чатаго есть факты поставок непроверной продукции сельскохосподарчими предприємствами. До того ж у некоторых господарках явно не экономить сродки, які водоотковуються для набытя тих же удобренью. Выявлены факты нецелевого расходования бюджетных средств, направляемых на защитные меры в сельском хозяйстве. Это и закупка минеральных удобрений в количестве большем, чем необходимо. Но со своей стороны мы отмечаем, что те минеральные удобрения, которые закупаются за счёт средств, направляемых на реализацию государственной программы, они зачастую не сохраняются в том качестве, в котором они должны быть. Головная мэта совместной коллегии, прокуратуры и комитета державного контроля повышения эффективности державной чарнобырской программы у реста размолы и деп в окрестане бюджетных сродков, причем у ведьми значных по мирах. У суместном решении, принятым образной прокуратурой и комитетом державного контроля у Гомельской области некаких важных пунктов. По-перше, особо, виноватые у нерациональном расходовании бюджетных сродков, повинны ликвидовать страты нанесенной державе, узмацняется контроль по криминальных справах, узбудженных по вынеках проверки реализации державной чарнобырской программы, а прочатого в метах подосконаливания законодавства информация об усих проблемных питаниях будет накеревана в Генеральную прокуратуру, а так само Гомельский Абруваканкам и областный совет депутатов. Олег Синчеров, Валерий Гупанько, телерадио компания «Гомель». Протягиваем выпуск. Узровень беспрацовья у Гомеля знизился до 0,7%. Такие дадзины огучены сёння на посадженні Гомельского гарвы Канкама. Так само на парадку дня, питание работы и дальнейшего развития оперативно-диспетчерской службы жилёво-коммунальной господарки. Дмитрий Котов с подрабязностями. Ситуация на рынку працы стабильная, об этом свечать лишь бы. На початку этого года узровень беспрацовья складал 1% от экономично-активного насельництва. Зараз 0,7%. Позитивных факторов некальки. Узросла колькость вакансий, полепшилась ситуация на предприемствах. Коли аж ше першого снежня, в режиме неополной загруженности працавали 6 предприемств, зараз – только 2. Работа по саденничьей занятости голеновым управлением проводилась активно. До помогу у працы лоткования отримали коля 7 тысяч человек. За 9 месяцев года перевыкнуло задание по лоткованию на новые рабочие места. 2300, супрать – 2100. Необходимо двигаться дальше. Мы только заложили фундамент. Нам надо решать вопросы, которые связаны с созданием рабочих мест. В этом году выполнить надо на 2018 год. Второй вопрос – пора уже тенденцию эту, которая связана с увольнением людей, прекратить. Если мы переломим в 2018 году, в том плане, что должны приниматься больше, а увольняться меньше, тогда это только будет плюсом. Размова на посередине Гарвы Конкама и об оперативно-диспетчерской службе 115. И нам было створено 2 года тому и працуя в беспиропытном режиме. За сутки от горожан поступает до 500 зворотов. Гомельская городская ЖКХ сегодня предлагает нам всем вместе, в том числе и с участием средств массовой информации, подключиться для того, чтобы, во-первых, люди располагали информацию, что такая служба есть, и проще набрать номер 115 для того, чтобы заявить о своей проблеме. Уличивающаяся потребованность службы, Гомельская городская ЖКХ вызвала планы по ее удосконалению. Планируется переработать в программное обеспечение для данной службы, которая позволит организовать получение заявок от населения с использованием сети интернет, а также получение обратной связи об их исполнении непосредственно уже от населения. Подширением охлаждения оперативно-диспетчерской службы дозволит забеспечить больше тесное взаимодействие с предприемствами, которые предоставляют насельству жильево-коммунальные послуги, а главное – полепшить якость их оказания. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, отеля-радиокомпания «Гомель». БРСМ подтримает любые инициативы, накереванные на популяризацию здорового ладу життя и спорту сярод-молоди. Об этом ишла размова подчас открытого диалога, который отбылся в Гомеле. В дело им принял наместник старшины постоянной комиссии Совета Республики Национального Схода, Республики Беларусь по адукации, навыции, культуры и социальном развитии. Первый секретарь Республиканской молодежной организации Андрея Белякова. Одна из таких инициатив – открытие по всей краине «Тата Залау». Этот проект заявился в Гомеле благодаря Совету Батьков города и набыл популярность. Месты, где батьки могут с корыстью бавить час разом со своими детьми, есть не только в областном центре. БРСМ готовы допомогать у поширенней сетки «Тата Залау» по всей Беларуси. Тем более, что этот проект – шматбаковы. Когда собираются десятки увлеченных отцов и проводят время со своими детьми, ну как, что может быть лучше, чем собственным примером показать ребенку, что такое спорт, что такое активный образ жизни, что такое семья. Под час открытого диалога отделники, среди которых у Тымлику были и ведомые спортсмены, обмерковали питательные популяризации принципов здорового ладу життя среди молодых. В Беларуси делают больше жестким закон относительно водителей и бесправников. Не в забаве тех, кто трапляется двойче за год, смогут отправить подарочек. Важные поправки у Кодекса об администрационных правопорушениях приняли депутаты. Зрешты штраф для порушальников без правов так само застався. Санкции продуглеживают от 5 до 50 базовых величин. Учера у Гомеля 35-годовый водитель зладе убойную аварию, у якой сутыкнулись четыре легковые автомобили и пассажирский автобус. ДТЗ отбылось на полезском путепроводе. Водитель автомобиля Мазда Кседекс выехал на полосу Сустречного Руху, где отбылось датычное сутыкнение за автомобилями Киа и ВАЗ. После чего здесь не улабовое сутыкнение за автомобилем Вольцваген. От удару легковушку откинула у правую полосу Руху, где она урезалася у пассажирский автобус МАЗ. На счастье, никто серьезно не потерпел. Пассажир Вольцвагена был шпитализованный, после оказания допомоги его отпустили до дому. Лесная Ахова перед Новым Годом пяройдзе на узмоцненный режим работы. Каб спынить незаконную высечку древ у Беларуси, будут проводить специальные рейды. Да помогут так само сродки фото и видеофиксации. Узмоцнена працевать Лесная Ахова почти с 18-го снежня. Святочные огни загораться сёння на головной ёлце у Гомелі. Акция «Запаливаем ёлку разом» ознаменуя старт новогодніх мероприемствов. Распочнеться яна у 18.30. На площади Ленина отбудется новогоднее представление. Гостей сустренуть персонажи мультфильмов и головные герои снежня – Дед Мороз и Снягурка. Организаторы обецают шмат сюрпризов. Один з головных у делу акции символов надыходящего года – собак розных пород. А кроме того, будзе обвешаны новогодній фотоконкурс. Все желающие могут сфотографироваться с сегодняшнего дня и до 25 декабря для главной ёлки города и выложить свою фотографию с хэштегом «Зажигаем ёлку» в сети ВКонтакт. Молодёжный совет при Гомельском городском исполнительном комитете и Дворец культуры фестивальны подведут и к логе конкурса. В ходе голосования мы выявим победителей. 2 января наградим всех на главной ёлке. Установы культуры региона ведут под рыхтолку до новогодних ранешнікаў. Гомельский держаўный театр «Лялек» выросшыл порадовать юных глядачоў «Каска и адважный кровец» по мотивах твора братаў «Грым». Пьесу для спектакля написал гомельский письменник и драматург Василь Ткачоў сумесно с российским коллегам Владимиром Илюховым. «Каска, опаведая об бедным краўце, який за раз забил всем мух и уявил себе героям. Дякуўче своў кемлевости, ён выходит пераможцам з любых небеспешных ситуаций и завоўывая каханне королевской дачки. Мораль Каскиў тым, што вынаходливым, метанакерованы и упэўненны ўсабе человек, обовязкова досягне поспеху». Мне кажется, спектакль может научить детей, как проявлять свою смекалку, как бороться со злом. В трудной ситуации. Да. Когда ты маленький партняшка, слабенький, а против тебя выступают большие здоровые великаны, естественно, они тебя раздавят, а в итоге смекалка помогает, и в итоге партняшка выходит победителем из этой ситуации. И за эту смекалку, за его храбрость, его полюбила принцесса. Моя героиня, которую я играю. Премьера спектакля «Каски. Одважный кровец» у театры «Лялик» отбудется у субботу 16-го «Снежня». На сцене разгорнется грандиозное шоу с великой колькостью декораций, костюмов и первого саблення. Ладить новогоднее представление для дятей будут миниатюрные и ростовые ляльки. Святочные спектакли дополняют музыка и светловые спецэфекты. Имя «Миссис Гомель-2017» станет дома сёння. А бояльные и поспеховые молодые мать рыхтовались до этого дня на протягу месяца. Подробностей финального шоу у репортажа Ганны Каральчук. Конкурс «Миссис Гомель» всё лето пройдёт третий раз. Его миссия – пропаганда семейных каштовностей и дала у добра и прыгажёстя, так само престижу материнства. Месяц под рыхтовки допомог финалисткам раскрыть себе по-новому, стать больше упевненными в своих силах. Дефилей, хореография, фотосессия, издымки видеоклипа. Супермамы у полным узброения и готовые сдевлять глядача у журы. Уже начинаю волноваться, спать плохо ночью, но я думаю, что всё пройдёт быстро и хорошо. Самое тяжёлое, наверное, то, что каждый день оставлять деток дома без мамы. Я хочу, чтобы моя мама победила. Это ж моя мама, за кого мне ещё-то болеть. Моя мама самая красивая, самая добрая. 15 молодых мам сегодня в вечере выйдут на сцену Громадско-культурного центра, как показать свои сдольности, переодолять страх и у черговый раз доказать, что женщина у семьи может отчувать себе пригожение. На шляху до перемоги яны представят визитовку, хореографичный номер, семейное дефиле и финальный выход у вечерних сукенках. Уладальницы трёх призовых мест отримают сертификаты на ювелирное пригоживание. Але сам факт у дела у финале – так само перемога. У каждой удельницы великая группа поддержки из родных сябро у коллег. Я, безусловно, счастлива, что я принимаю участие в конкурсе «Миссис Гомель». Я надеюсь на победу. Хочу сказать огромное спасибо своим родным и близким за поддержку. Глядачу чекает не только яркое видовище, але и показ коллекции «Адзеня» и выступления запрошенных артистов. Нагадаем, что на сайте Центра моды и прохожусь «Хрустальная нимфа» еще протягивается голосование за титул «Миссис Глядацких симпатий», имя якой так само станет вядомым у вечера. Гана Коральчук, Михаил Рабко, телерадиокомпания «Гомель». Мои сябры, мои короли. Творчий вечер, присвеченный юбилею гомельской поэтессы Нины Шкляровой, прошел у Гомели. Нина Шклярова – член Союза письменника в Беларуси, лауреат широкого престижных литературных премий. У ее творчим багажа – авторские и коллективные сборники поэзии, які одруковались в Беларуси, России и Украине. Нина Шклярова пишет на русской и беларускай мовах, займается перокладом. Яна Керуэ школой студии – молодый литератор, якая открыла двери у свет прозы и поэзии шматликим, починающим ауторам. Постараюсь писать так, чтобы было понятно и рабочему, и врачу, и учителю, и ученому. То есть свои чувства, первое учитывается. Потому что я считаю, что эмоции должны быть. Если нет эмоций произведений, то оно не сколыхнет. Это же не научный трактат. Не сколыхнет читателя. Не заинтересует. Повиншовать Нину Шклярову с юбилеем пришли коллеги и сябры по творчой справе. Выпускники и наученцы школы студии молодый литератор, а так само прихильники гомельской поэзии. Подчас святочной вечарины прогучали творы поэтессы и песни на ее верши. Гэты, а так само иншие новины, вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomil.by. Далее у эфиры «Спортивный огляд». С новинами спорта вас познайомит мой коллега Максим Савин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова